Моя любимая, лежу, отдыхаю на диване, и звонит мой зятёк. Я же говорю, в последнее время что-то молодец. И я говорю, Катяна, на, держи телефон. Она такая ушла, но сегодня у нас занятия были на русском тоже. Она такая ушла и говорит мне, папа предлагает нам, говорит, поужинать, если приглашает. Я говорю, серьёзно, что ли? Он говорит, да, в ресторан чино, если хотите. Чино это у нас китайский. Я говорю, Стеон, Стеон, что будем делать? Он такой, а если нас приглашают, почему не пойдём? Я так не хотела, ребята, честное слово. Ну, короче, вот. Короче, я вам говорю, ребята, для нас накрывают стол. Короче, сейчас оденусь. Одену платье, ребята. Хотя не знаю, вот, ребята, куда я одену платье, если мой сейчас спортивки оденет, сто процентов. Кайтана тоже оденет что-нибудь, джинсы или спортивки. И, конечно, я в платье-то как-то не вписываюсь. Я не вписываюсь в интерьер. Моего, моего, моей семьи. А пока на лесу, дай ты. Сей, ну, ну ты себе. Вот здесь, вот здесь в труселях ходит. Он здесь в труселях ходит, таких, ну, у него такие длинные, короче, как шорты. Вот равно не хочет, молодец. Он говорит, я сейчас тебе, говорит, подниму, говорит, подниму, говорит, просмотрю прям, говорит, только одним разом. Он говорит, покажи меня. Я говорю, ага, сейчас. Так что встаю. Иду, одеваюсь, ребята. И иду на ужинать. Иду ужинать. Со своей семьей. Я, наверное, сейчас на квартиру зайду. Я сегодня не была на квартире. Чуть-чуть пораньше туда спущусь. Сейчас тогда оденусь и спущусь. Зайду на квартиру. Переживаю тоже. Вот если я 2-3 дня не зашла, или 1 день, 2 дня не зашла, я уже как-то думаю. Мало ли, что вдруг опять зальют или еще что-то. Там же у меня постоянные сюрпризы. Блин, так хотела полежать здесь на диване. Думаю, отдохну телек, посмотрю. Не получается, так что иду. Ладно, не прощаюсь, ребята. Здесь у моей сестры, как всегда, утром сколько хочешь, можешь опарковывать. А вот сейчас вот, вот честное слово, как хорошо, где я живу. Вы представляете, какая проблема? Вот сейчас будет мой муж круги мочить, пока он найдет, где оставить машину. Это вы представляете себе, сколько времени теряется. И в обед, вот так бывает, и днем. И вот, ай, как хорошо, где я живу. Честное слово. Я же говорю, я в раю живу. Я в раю. Каждый день больше и больше я радуюсь. Вместе, где я живу. Ой, я думала, у нас устрик нет. А что вот так? Понимаете? Постоянно эти шумы, постоянно это все. Заходи, доча. Говори. Что ты хотела сказать? Всем девочкам? Это чей канал? А, и мальчики, это чей канал? Твое. Уже мое? Раньше было твое, теперь мое? Ну, девочки, видите, я же вам говорю, как она изменилась. Ей уже не интересно. Ни канал, ничего. Дай, Света, доча. Света. Ты же говорила, что это твой канал. Сейчас твой. Сейчас мой? Сейчас тебе уже не интересно? Интересно. Интересно? Ай, моя малышка. Моя куакушка. Моя малышка. Куакушка. Моя ногуська маленькая. Куакушка. Куакушка. Ой, моя заразка, моя шкачинка. У тебя моя солнышка. Иди сюда подсюда. Шкачи. А ну давай посмотрим, как. Как Адам? Что делал? Свет, дай. Ничего я делала. Не проходил даже, да? Не проходила. Я же тебе говорю, Свет, дай. Ничего я делала. Ничего не сделала, да? А, это я одежда принесла. Все чистенько. Все нормально. Все нормально, ребята. Нормалек. Вот так. Нормалек. Это мы принесли. Короче, заштукатурить. Вот эту бедуху, которая там рассыпалась. Ай, какая-то она сразу. Телефон. Интернет. Что ты делаешь? Фингер. Играешь? Любишь интернет, да? Градинг. Градинг? Градинг. Как, как, как? Нет. Как назвать твоя? Так. Это мы все. А, там тоже реклама, да? Да. Секири, скучные и рекусы. А, если ты хочешь. Секири, скучные и рекусы. Называется, скажи. Называется, фингер, ради. Что ты сегодня по-русскому научилась? Что учила? Легко садили на сегодня. Комнаты. Комнаты. Ты что, как будет? Потолок. Потолок. Что еще научишь? Пол. Это пол. Пол. Еще что? Двери. Да? Да. Еще что? Окно. Окно. Лампочка. Что еще? Уже не помнишь? Вот ты ученица. И даже и не помнишь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ана, что еще? Лампочка. Лампочка. Люстра. Люстра есть. Вот есть вот туда. Лампочка это вот это. А вот это все люстра. Я не могу. Анатолий. 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 Короче. Ученица. Аа. Стул. 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 Не стуль. А стул. А. потихоньку ребят переодела кофту выжду его звонка сейчас наверно позвонит он бедный на машине с работы сейчас ему надо до куда-то идти да вот с нами ужинать или еще просто я ради дочки дочка хочет его увидеть тетя пойдем пойдем я говорю ну хорошо пойдем расходишь сейчас адам ко мне звонил девчонки завтра у адама экзамен а сейчас он андрея звонит мой муж а искупался я бы сейчас только где искупался и идем мы здесь на квартире девочки вот я вам я мне адамчик говорит завтра тетя у меня на работу отвезешь это получу это я тебя на работу буду вести он говорит потому что горит у меня завтра экзамен по вождению у моего ребенка уже бы он же будет за рулем ребята как все время летит ой я помню мой экзамен я же уже рассказывал я помню как я про вас давала как я переживала ребята вот если что-то кто-то хочет да вот только вот только усилиями и стараниями только можешь что-то добиться просто так с неба ничего не падает это я по себе знаю вот когда у меня экзамен был я 11 класса конту класса сирада dd конду сирон сына 11 классов я взяла по вождению так как офис моего моего мужа их не организация убирает этот офис этой автошколы они мне скидку сделали они у меня по 25 евро вбрали за 45 минут вождения они мне неплохую скидку сделали и я говорю 10 класса столько будет и я думаю 10 классов я дам больше не нам я уже один а он не такой нет это мало и я уже еще один дала 11 класс да вот по вождению это 45 минут в день да вот по городу он тебе 1 он тебя учит короче на скоростной но на этом чтобы ты там и не очень хорошо я водила машину если честно сказать и он мне говорит ты еще не готова я ему говорю это же наверно мне решать я готова или не готова я хочу на экзамен запиши меня на экзамен я больше классов дать не хочу не хотела я давать деньги уже лишний больше поэтому я рискну и теперь на экзамен идем на нас там такая толпа и только приходит этот который экзамен который экзамен у тебя берет твой учитель мы сперва пришли все там чего 20 наверно было и он группу такую маленькую делает и нам говорит вы хоть умеете капот открывать я так-то машину посмотрел на самом деле они зала где это на этой машине именно я на своей машине знаю мы так все втроем стоим нет внутри девочки были там сперва он такую группу сделал и говорит так смотрите девочки вот так открывается капот и показывает там впереди такая щелочка есть вот так делаешь вот так открывается вот так на палочку ставишь это держится не капот а вот где мотор есть вот эта штучка так вот мотор вот куда воду заливает чтобы для этого чтобы чистили стекла это карбуратор это это кучу так объясняет и закрывать капот и в этот момент экзаменщик вот этот который экзамена экзамена экзаменодор но на испанском на русском он короче учителя тоже по экзамену . кому-то экзамен знаешь он подходит и здравствуйте здравствуйте так так значит вы 1 3 да да так кто 1 будет экзамен сдавать я такая раз руку подняла как в школе такая стоимость молитвы себе прочитала он такой ты да я говорю вот так делаю он такой так открывай капот я про себя подумала слава богу только что мне показали я такая раз капот открываем я такой говорит так покажи куда надо воду заливать чтобы чтобы чистить этот я такой вот так пальцем показываю вот только правильно так где у него этот ящик который вот это жесть черный ящик откуда этот идет блин вот на русском не знаю как называется карбуратор на короче куда вот эти штучки вот так ставишь и короче это самое но как батарея до 2 3 к нам батарея на район называется не знаю я говорю вот он такой а хорошо так отойди теперь другой спрашивать я такая думаю слава богу теперь короче он всех троих спросил двоих еще девочек спросил или так садитесь ты за руль а они сзади со мной и учитель впереди я за рулем здесь учитель в середине он он этот который экзамен берет и две девочки сзади я такая села пристегнулась опять молитву прочитала и он мне говорит вы город знаете я я все такое зеркало смотрю вы на испанском говорите он такой но но все равно вы должны по городу поехать вы понимаете это он такой ну ладно езжайте прямо я завожу машину вытаскиваю машину а там но это пол девятого пол девятого утра там просто дорога прямая понимаете еду прямую дорогу и он мне вот так руку делает и говорит так эта сторона левая он выше я не знаю эта сторона левая если вот так делаю налево поворачиваете я в зеркало смотрю вот так делал такой поворачивая а там больше нету поворотов только налево это налево и прям вот эта дорога жизнь куда я школу каэтанночек вожу вот эту дорогу на эту дорогу вытаскивает и мне дает до конца ну я еду машины никаких нету спокойно еду он меня, говорит, поверните теперь направо и вот так на эту сторону стучит мне такая поворачиваясь направо делаю этот поворотненький поворачиваясь направо и еду еду короче уже а там ну я же домой еду так это же дорогам я уже столько лет по этой дороге еду что я ее каждую каждую ямочку знаю ребята он такой я такая сперва первую скорость конечно потом вторую скорость потом третью еду-еду четвертую и еду и вот как будто мне вот внутри что-то подсказала пятую поставь и я про себя подумал он хочет чтобы я пятую поставил и я раз так на пятую и смотрю этот момент профессор вот так делает вот так я думал слава богу что пятую пятую тоже поставил и еду еду 90 километров в час еду теперь он мне говорит развернитесь вот здесь на кольцо и развернитесь и заезжайте в этот ресторан эта дорога точно как когда я домой еду там такой ресторан есть и у него и остановите машину где вы хотите а там такой парк понимаете пустой ни одной машины нету где хочешь а парковой к хочешь у нас называется когда-то так прямо это а парковка как батарея называется если вот так сзади короче другое название из короче но каждая это на парковка есть название я так еду 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 прямо и прямо прямо так поехала и прямо машина оставил этот но понимаете что я почти сказать вот так еду вот так заворачиваю и везде короче вот такая квадратная парковка большая короче и где хочешь опаркуй но и вот так еду и прямо и прямо машина стала этом такая вот так вот прям вот такой съемок был понимаете и вот туда вот в эту машину колеса зашли он такой ну все выключайте машину и выходить из машины я вот так поворачиваюсь и говорю все что ли я могу такой да я могу а я умею задом опарковать я умею боком опарковывать вы же на испанском не говорили я говорю но эти слова я знаю он такой нет хватит хватит я такая выключила расстегнулась и сажись назад он вот так сидит середине здесь еще одна другая вообще вот так сидит думать вся такая желтая голубая синяя короче вся страхи бледная такая понимаете я так захожу в машину кому-то я его кому-то мой отец ребята вот я вас уже знаю беру и вот так скажите как я сделала скажите как я проехалась он так раз так руку мне хочет отобрать короче его и руку хорошо хорошо я его опять руку так хапаю так его руку скажите пожалуйста я уже сдала скажите я готова и я готова и мне так нужно это хочу права он мне вот так делать глазами я не могу вам сказать сейчас вам пять часов придет ответ от меня пожалуйста мои радости не было предела ребята не было предела теперь это бедная девчонка заходит зажигает такая машина включает а я же его так ямку и она вот так назвать не может она у нее глушится короче она опять закрыл выключать короче обратно короче на задних уделать короче хочет машину она у нее два раза короче за глухо теперь короче она вот так разворачивается а то вот такой к своей а вы думаете посередине она прям вот посередине ай как мне жалко солод она точно она точно короче не это самое не сдала точно я вам точно говорю потом я ее еще раз увидела по городу она сидела обратно этот сделано я приезжаю и говорю моему же я думала я сдала мне профессору так сделал он только нельзя так профессору я вновь не унискал да теперь у нас нам дают код ты должна зайти на 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 страничку через интернет и там тебе мне сказали с пяти с пяти до шести ответ будет пять часов и одну минуту я захожу нет ответа пять часов две минуты я захожу нет ответа я вот так каждые две минуты заходила до шести часов нет ответа я уже мало ну все теперь захожу без пятнадцати семь я уже заходила заходила без пятнадцати семь это тогда как раз у меня у меня у меня то этот я по интернету смотрела один фильм сериал турецкий смотрела госпожа как-то этот ой это такой был фильм ребята у меня прям ох я прям там сердцем болела и все там такая женщина боевая была вот знаете она меня себя напоминала такая нафы как-то ее звали фаридат что ли как-то короче я забыл ее тоже смотрю мне в голову даже этот этот сериал не заходит я все хочу знать захожу и там написано курбанова гунча си акта си акта что значит и теперь звоним уже по телефону из ты вот здесь написано си акта что это значит у тебя уже есть право девочки это для меня вы не поверите это это никогда я не думала о честное слово и вот я вам откровенно говорю что я на это способна я же понимаете когда я делала экзамен там 30 вопросов вот этого я больше всего боялась я боялась книги я не боялась вождения 30 вопросов эти 30 вопросов надо прочитать понимаете эти 30 вопросов надо каждый вопрос надо понять его надо прочитать и надо ответить а б или цель но его же еще понять надо и прочитать и на это все ответить вы представьте себе. Вот эти 30 вопросов я вот не помню. Ну, короче, где-то, наверное, 30 минут тебе дают только на экзамен. 30 минут. Я где-то, наверное, я не помню. Или 50, или 45 минут у меня уходило. Я не успевала их прочитать, понять и ответить. Понимаете? Я подумала сразу. Никогда я его не знам. Я никогда не смогу. Ошибки-то, ладно, у меня сперва были 28 ошибок, 17, 16 ошибок. Я стала каждый день, и я не знаю, поскольку я тестов делала. Это каждый тест 30... Экзамен — это тест, один тест. Вот этот тест 30 вопросов. На компьютеры ты уже делаешь не... Ну, я на планшете делала, на таблет. Как назвать его? Планшет? Планшет. Ребята, у меня были... Уже я стала каждый день, каждый день, каждый день, каждый день практика, 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 практика. Читать, читать, отвечать, читать, отвечать, что я уже эти тесты... Знаете, были даже тесты, которые я делала за 2,5 минуты. 30 вопросов за 2,5 минуты. Раз-раз-раз-раз. Уже 5 ошибок, 4 ошибки, 3 ошибки, 2 ошибки. А там только до 3 ошибок можно. Понимаете? До 3 ошибок. Я говорю, Стэл, я уже успеваю. Я уже не то, что успеваю, я уже быстро делаю. Пришел такой момент, что у меня 0 ошибок, 1 ошибка, 2 ошибки, 0 ошибок, 1 ошибка, 2 ошибки. Уже 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 0. Я говорю, я уже готова. И когда я на экзамен пошла, на мне куртка была и сумка вот так сбоку. И мне говорят, вы дайте свой документ и заходите, я захожу. А там такие столы. Вы, говорит, должны поставить свой паспорт вот так. Вы, говорит, ставите свой номер паспорта сразу. И вот как вы поставите номер паспорта, говорит, у вас заходит экзамен. Выходит экзамен. Вот твой экзамен заходит. И вы, говорит, начинаете. У вас, говорит, есть полчаса. Так как я знаю, что я готова, я думала, а сейчас я вот занесу и сяду, сумку тоже сниму, куртку тоже расстегну, удобно сяду. Я занесла, и как экзамен пошел. Я вот так в куртке и вот так в сумке, я даже не успела двинуться, ребята. Вы представляете, я думаю, какая дура. Я же еще сумку несла, так мне неудобно было. Так-так-так-так-так. Я не знаю, я, наверное, минуты три сделала, ребята. И там мне написано, вы закончили? Я пишу, да. Вы уверены? Я пишу, да. И это все нервы, ребята. Я думаю, ай, какая я дура. Я же не проверила. Я же могла проверить. А он сказал, ничего нам не говорите, берете свой паспорт и потихоньку выходите. Я беру свой паспорт и выхожу. И мне муж говорит, ты что-то забыла, что ли? Я говорю, нет, я сделала. Ты сделала, да? А я, когда пришла на экзамен, насчет тестов, там столько молодежи стояло, ребята. Я посчитала себя. Я увидела себя самой взрослой. Я подумала, какие они все молодые, какие они все шустрые. Наверное, все сдадут, кроме меня. Вот я не знаю, сколько у нас там человек было. Ребята, вот я единственная, которая экзамены сдала. Видите, что значит труд, усердие, труд и хотение. Самое главное – желание. Если у вас есть желание, вы всего добьетесь. Меня спрашивают, испанский язык, как вы научились? Ребята, выхода, когда у тебя нету, ты всему научишься. Ты всему. Человек думает, ой, я это не смогу. Нету такого слова, не могу. Есть такое слово – не хочу. Если человек на самом деле хочет, он всему. Сегодняшний день женщины даже КАМАЗы возят. У нас здесь по городу все вот эти здоровые автобусы, большинство за рулем женщины. В шоке я бываю иногда смотрю, думаю, какой здоровый автобус. Она такой, раз, раз, разворачивает. Раньше можно было разве это подумать? Сейчас мы все можем делать. Самое главное – желание. Так что не подайте духом, когда вы мне пишите в инстаграме. Там я там, это то, это все ерунда. Желание. Хотите быть счастливыми – поставьте себе цель. Хотите какую-то работу – поставьте себе цель. Я хочу, я могу. И все. Желание – это самое главное. И усердить. Знаете, вот усердно, усердно, усердно. Я когда только сюда вот с СТОНОМ жить начала, я сразу хотела работать. Я хотела работать, я знала, что я буду работать. Я говорю, а где ты работу найдешь? Нашла же. Я ни один день дома не осталась, если я не захотела. Если я хочу, я себе еще работу могу найти, ребята. Самое главное – хотеть. Вот так. Ладно, пошла, короче, а то я начну и болтать. Болтать не останавливаюсь. Мы идем с моей подружкой. Это моя подружка. Это моя подружка? Да? Да, мамаша. Вот так. Мы идем с семьей. Сейчас, говорит, идем, сейчас надожимся. Что, кошка? Здесь одна бродичья кошка есть. Ну, ее людей здесь подкармливать. О, какая красивая. Это чая-то. Какая-то она. Это чая-то кошка. У нее ошейник и все. Как мой сын, когда приехал, Адам, в Россию, увидел брошенных котят. Там возле советского рода. Мы же живем. Ну, у моей мамы дом возле советского рода. И там ящики котята были. Такие хорошенькие. Адам такой говорит, кто-то потерял своих кошек. Мы говорим, нет, говорит, никто не потерял. Я говорю, эти кошки вот так. И он такой говорит, значит, мы можем взять любую. Я говорю, бери, какую хочешь. Он такой вот ходит, а там такие красивые котята были. И он берет одну. Еще одну могу взять. Я говорю, можешь. Он такой берет. Давай помешали, пока нас никто не увидел. Я говорю, никуда бежать не надо, говорю. Он такой, а это что, бесплатно? Я говорю, да, бесплатно, сынок. Горь, он берет этих кошек и проводит домой к матери моей, да? Во двор. И там мы их кормили, ну, мы их, короче, как? Взяли к себе, короче, этих котят. Теперь он сюда приезжает. И его спрашивают, друг. Прошел друг его увидеть. Ну, как там Россия? Он такой, говорит. Не поверишь, какая богатая страна. Кошки бесплатные. Говорят, бери, сколько хочешь. Собаки, кошки. Все бесплатно. И вот такой друг бесплатно. Он такой, бесплатно. Прям в ящике лежат. Бери, сколько хочешь. Он такой, ничего себе. Ой, мы с сестрой на кухне умираем. Богатейшие люди, богатейшие. Раздают. Прям раздают. Бери, сколько хочешь. Я две взял, говорит. Ну, мог и четыре взять. Но я просто подумала, зачем четыре? А может, еще кто-то пройдет. Возьмет. Вот такое у него мнение осталось. О нашем Дагестане, ну, о нашей России, короче. Вот так. Андрей сказал, девять часов пять минут мы там будем, а мы с чуть-чуть опоздаем. Ой. Кальтанночка, ты соскучилась по папе? Угу. Она уже стесняется. Вы заметили, да? Истерон, ты что хочешь сказать? Это паша. Кем вас одессе, а мне не нес. Что ты говоришь о моем, моем, говорю? Нинес, это моим девочкам. Что скажешь? Сей, буйна. Что бы вы были хорошими, говорит. Не делайте плохие вещи. Телевизор и калентит. Поужинайте, говорит, телевизор и в тепле. И поцелуйчики, говорит. Вот так. Ну, так едем, ребята, хорошо. А давайте я его так переверну-ка. У него машина, как всегда, ребята. Не обращайте внимания. Стекло грязное. Ну, он ее недавно мыл. Там, где я просто живу. Дорога сделана из земли, да? И вот, ну, дожди не идут. Вчера чуть-чуть... В субботу 4-5 капелек покапало, и все, ребята. И все. 4-5 капелек, ребята. Да, амин. Вообще, сейчас дожди нет. Такая засуха. Я не знаю, что летом будет, ребята. Летом как мы будем, я не знаю. Наверное, летом вообще везде сухо будет. У нас было одно лето, что даже не было воды. Вот уже в прорубях, да? Вот такое все сухое, все было. Уже Андрей здесь, а? А, вон стоит. Вон стоит наш красавчик. Смотри, как для нас как будто машина. Вон мой красавчик. Вон твой папочка. О, для нас прямо вот здесь, а? Представляете, вот наш ресторан. И вот нам прям, вот прям возле нас. Какой ты молодец, что нас пригласил ужинать. Чуть-чуть поздно. Сегодня не хотели, но она сказала, я соскучилась по папе. Я говорю, ну ладно, пошли. Андрей, она уже такая высокая. Когда ты ее берешь, еще выше кажется. Ну, чего-то там, ну, это ну, ладно. Чуть-чуть коленка у него болит, говорит. Ты завтра... Ты завтра не работаешь? Завтра Адамчик на экзамен идет по вождению. Завтра права возьмет, Аллах поверся. Смотрите, какой высокий. Мой муж вообще такой маленький перед ним. Как ребенок, да? А ты? А я вообще Ляля. А ты? Наш любимый ресторан, ребята. Да, да, я здесь все сяду. Она со мной хочет. Давай. Давай, моя хорошая. Садись, моя дочка. Смотри, как она красиво делает. Кайтаночка, тебе тоже надо научиться вот так. Посмотри в интернете, как делается. Ты туда, а я сюда? Нет. А я сюда тогда, да? Да. Давай сумку туда, поставь туда. Мне очень нравится, как они вот это делают. Ой, в интернете есть, ребята, какие хочешь трюки есть. На Новый год надо научиться вот так делать. Ой, я видела, даже лебедей делают. Я, честное слово, думала, сейчас он нам скажет. Я познакомилась с девушкой, поэтому я вас сегодня пригласила. Или скажет, проходите на мою свадьбу. Я, потому что не ожидала, думаю, что это он вдруг сегодня нас пригласил. Сейчас сижу, говорю, а что ты нас, говорю, пригласил? Говорю, мне просто так интересно, говорю, сегодня вроде среда, не такой какой-то день. Он говорит, у меня же сегодня день рождения. Мне так стыдно стало. Я говорю, как сегодня день рождения? Он говорит, а что я вас так, просто так что ли приглашу, что ли? Представляете, девочки? Я говорю, Кайтана, ты что не словно? Он говорит, я думала, 21-го. Оказалось, сегодня день рождения у моего Андрея. Кайтана, стыдно. Ну, за нами подарок, мы обязательно что-нибудь купим. Даже Кайтаночка. Ой, девчонки, так неудобно. Хей, позор! Опозорились мы с тобой, да? Стыдно даже? Даже рисунок ты не сделала папе. Иди поцелуй папу. Скажи папу, поздравляю. Хоть скажи поздравляю. Стыдно, да? Да. Я тоже стыдно. Девчонки, мы даже не знали. Вы представляете, я забыла. Я, честно говоря, думала, 21-го. А это, говорит, я думала, 19-го. А он уже знать 100-го. Ой, 43 года я вспомнила с моим Андреем. 43, да? 43, молодой. Он говорит, я говорю, такое ощущение, что я, говорит, старый. Все, говорит, у меня, все у меня болит. Так, как хорошо, мы сидим, кушаем. Пять, она покажет, что ты заказала. Вот, прийти в ресторан и заказать курицу. Это же смешно. Ну вот, ребята, вот такая вот. Как смешно то, что я взяла. Я заказала и там. С апельсином. Пату, как будет, Андрей? Пату, утка. Утку. Утку я заказала. Они рис заказали. Андрей тоже рис заказал. И тайарины заказал. Тайарины, это как какая-то. Вот у них хлеб такой интересный. Кайтана, это для тебя принесли. О, какой горячий хлеб. Кайтаночка фанточку заказала. А мы с сангрея. Ну, она безалкогольная, но все равно. За ваше здоровье, милые мои. Это апельсиновый этот очень вкусный. Смотрите, какой хлеб у них. Какой хлеб. Вот как булочка. Смотрите, вот он похож на наш хлеб. Только у них сверху он какой-то хрустящий, да? А у нас вот, у нас Этмек делает наш дагестанский хлеб. Ну, у нас разного вида есть хлеб, но он похож. Вот так мой муж уже прибил рис с этими. Ребята, смотрите, это мое. Это называется утка. Это бойно, тут отрезки провалил. Это бойно, провалил. Это, ну, аура укачет. Это, как я, как я, готов я, не галит. Вот это с апельсиновым соком. Это очень вкусно. Приятного аппетита, мои дорогие. Сидай, дашь себе килопрёвый. Он говорит, это надо попробовать один день. Это очень вкусно. Это самая полезная еда, Андрей, между прочим. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, поздравляем с днем рождения, с днем рождения тебя. Бен, аплоди, Каи. Смотрите, какой тортик. На фотографии, смотрите, покажи на фотографии. Покажи на фотографии, какой он. На фотографии, смотрите, какой. Босой. Босой. А здесь какой. Вот, я сегодня, ну, так как день рождения, выбрала себе с орехами. Этот... Андрей себе выбрал, а Кайтанка ему выбрала дебоски. Фрута дебоски. А это тарта дебоски. И там, выну, кляруки, выну. Вот так. Кинодогутта, ла тарта. Эту, гонносис. Сейчас посмотрим, как вкусно, невкусно. Девочки, за столько времени, я сладкое поем. С орехами, очень даже вкусно. С карамелью. Ой, какой сладкий. Я не смогу, наверное, его поесть. Ммм, черчу сладкий. Ммм, сколько. Попробуй, Андрей, хочешь попробовать? Ну. Попробуй, ты. Попробуй, корень. Смекаешь. Андрей, попробуй тут уже. Давай, Андрей. Копа красивая. Попробуй. Это я себе возьму. Смотрите, какая копочка красивая. Туда фрукты накрошить. Ну, я спрошу, конечно. Ну, я думаю, что можно, потому что она проходит с этим, как будто ты купила уже. А, это проходит. Это все они заказывают. Где, где Луис работает, он там. А у меня взять работает, другой. Луизу на травах, а сияю, станина и свисту. Мой зя, где работает, они там все замороженного такие проносят. Это все готовы. Сейчас уже, чтобы тебе изготовили, Андрей. В домашней кухне уже нету такой. О, бэ, ла-мима, каша мелокина. Да, да. А, я уже дам сняла мелокина. Ммм, очень даже вкусно. Вот так, девчонки, посидели от души. Спасибо, Андрей, что нас пригласил. За нами подарок. Да, женька, джонка? Вот так. Пока всем.